Фунфурье, спасибо большое за донат. Слушаем музыку, немного музыки. Извиняюсь, что долго тянул его за яйца кота, короче, все это. Ну, в общем, смотрим. Славянки. Ну, не все славянки классные телочки. Ну, то есть, в целом, да, но самые клевые-то все равно у нас. Типа, какие-нибудь, допустим, славянки, словачки. Ну, прикольно, и все. Норм, норм. Прикольно. Странное музло, лево-право панорама как-то гоняет какой-то странный хрен. Интересно, будет что-нибудь такое, типа, бас-дроп какой-нибудь, чтобы это уже дальше развелось все? Ну, что очень странно, конечно, не пока звучит. Пошло развитие какое-то. О-о-о! Нормально. Плющик. Кабаник, блин. Охуеть. Два года вообще ничего не было, ни полиции, ни этого, ничего. Пиздец просто. Анархия два года была, что ли, жесткая? А кто ж всех ебал тогда? То есть, как вообще определялось? Че-то. Когда музыка кабанит, это как? Это когда ты в кабана прям превращаешься, и все вообще жесть. Ты просто хочешь такой, блядь, идти бодать нахуй, беревью. Хм-м-м-м. Он капит, ну пиздец. Хватает наушников вкладышей для музыки? Да, хватает. Особенно, когда есть хорошие взял. Это Apple-овские EarPods. Это охуенные наушники. Более того, я принципиально, я люблю вот именно вот такой форм-фактор. То есть, не резиновое говно, которое вставляется в ухо, и не огромные вот такие здоровые накладные дуры, а именно вот маленькие нерезиновые вкладыши. Да, это принципиальная позиция, так сказать, по наушникам. И это самое четкое. Они, наверное, плохо влияют на слух, но мне не нравится резиновое дерьмо. Я помню еще старые наушники-вкладыши. Вот я их обожал, которых больше нет. Я не знаю почему, неужели они настолько неэффективны и никому не нужны, но старого типа... То есть, ну, сейчас на это более-менее похожи Apple-подобные наушники. А вот такие, помнит кто-нибудь? Боже, блядь! Вот эти, и на них еще поролоновая такая штучка прилагалась в комплекте. Ты ее так натянул, и вот так вот с поролончиком вот эту хуйню себе в ушки вставил. Боже, блядь! Я сейчас кончу. Я это описываю. О, вот эти костом какие-то. Какие-то филипсы у меня тоже, у меня всякие были. Вот такие какие-то были точно. И дешевые там были, и дорогие. И такие, я помню, по-моему. Тоже у кого-то я то ли брал, то ли были, то ли мне кто-то подогнал. Понос вот такой у меня был. Sony были какие-то дешевые, хорошие очень были такие. Прям реально, там за 300, за 400 рублей были очень хорошие наушники. Я вот это, я это все узнаю, я не знаю. Вот такие, мне кажется, это ранние Apple-овские, да, типа. Ранние Apple-овские наушники. Кореш давал погонять, охуенные были. Такие не видел. Вот такие у меня были, точно. Такие маленькие прям. Вот такие были у меня. Ну вот не такие, ну короче, какие-то Philips'ы были. Вот эти Thompson, что-то тоже знакомое. То есть у меня миллион таких ушей было. Вот такие точно у меня были Sony? Сто пудово. Как минимум разочек. Или вот такие тоже. Ну вот там уже дальше пошли, которые я не узнаю. Но я охуел. Я типа, вот эти я узнал прям. У меня были такие. Или вот такие. Или и такие тоже, может, какие-то самые бомжатские. Я как-то по приколу брал. Ну такие, да, вот какие-то тоже супер дешевые. Но типа и нормальные, и всякие. То есть вот это же просто вообще были бомба уши. И вот я бы хотел такие, наверное, даже с поролончиком. Который он так, там, он иногда мог спасть. И вот так находил, аккуратно натягивал снова на наушник. Так, вот я бы за такие наушники сейчас, наверное, вообще бы это. Ну, короче, с радостью бы раздобыл такие себе где-нибудь. Вот. Но, блин. Ну, как аналог, просто пользуюсь. Вот Apple EarPods. Это такой, можно сказать, золотой стандарт таких именно вкладочных наушников сейчас. И я решил, что это самое правильное, будет пользоваться такими наушниками. Потому что, ну, как минимум, я, даже если плохо, допустим, что-то на звука чечу у себя на стриме, все равно большинство людей, кто сидит именно в наушниках, они будут как раз в этих наушниках. Собственно, почему бы нет? Ну, вот такой план. Ну, вот такой план. Ну, вот такой план. Продолжение следует...